Начнем сегодня с Кубка Италии. Полуфиналы, ответные поединки и первый из них Ювентус Аталанта. Возможно, этот матч Аталанта является последним в этом сезоне в моих обзорах, потому что Аталанта, по большому счету, а больше ни на что не претендует. Они вылетели из Лиги Европы, они сейчас вылетели из Кубка Италии, а борьба за еврокубковую зону в серии А будет очень-очень сложной с таким-то Миланом и с такой-то Сампдорией. Поэтому, возможно, Гасперини на этот сезон уже свою работу выполнил. Нет, если, конечно же, будут еще крутые матчи какие-то с лидерами и они где-то хапанут очки, то, конечно же, возможно, они вернутся в обзоры, но, скорее всего, нет. Этот матч против Ювентуса был явно не самым лучшим в исполнении Аталанта в этом сезоне и для этого есть причины. Во-первых, сил осталось не так уж и много. Два матча против Боруссии, очень тяжелых. Сейчас вот на Ювентус Стадиум, вернее, на Альянс Стадиум они приезжают и вроде бы команда знает, что нужно делать и играет по своей структуре. Все хорошо, но скорости уже не те. И, по сути, Аталанта смогла нанести только шесть ударов по воротам Ювентуса, это очень-очень мало. Хотя у того же Ювентуса всего лишь только девять. Тоже Ювентус в последнее время еще с того матча против Орентины, помните, да, что-то как-то вот не сильно в атаку играет. Хотя, когда нет Игуаина на поле, то можно это все списывать на то, что ну просто нету главного форварда, который будет бить, находить моменты и так далее, и так далее. Окей, что еще хочется сказать по этому матчу? Пусть он и не был идеальным со стороны Аталанты, потому что только идеальный поединок Аталанты мог бы им позволить пройти Ювентус чудом и выйти в финал. Но многое что, если есть такое выражение, упиралось в момент Алекандро Гомеса, когда он вышел, он даже не выходил еще один в один, там мяч в районе центрального круга, возможно, чуть ближе к воротам Буфона. Но при этом он первый на мяче, а Буфон почему-то вышел на 30 метров из ворот. Вот что с ним случилось? И Буфон, когда он уже понял, что назад отступать нельзя, поэтому я пойду до конца и буду даже играть рукой, чтобы только мяч не залетел в пустые ворота. И он бы сыграл рукой, но не дотянулся до этого мяча, и только чудо спасло Ювентус, и мяч попал в штангу. И уже только после этого Ювентус проснулся, побежал, и Дуглас Коста попал в перекладину, и потом они заработали пенальти. Кстати, Матюйди, кстати, боец просто сумасшедший, который заработал в этой пенальти. И вот как раз-таки Матюйди не хватало в матче против Тоттенхэма. На Уэмбли он, скорее всего, сыграет, и это, конечно же, большой плюс для центра поля Ювентуса. Еще что хочу отметить, Ювентус достаточно мастерски повязал Аталанту. В отличие от Баруси, Ювентус понимал, где у Аталанты сильные места, где их нужно будет немножечко прижать, и поэтому Ювентус сделал акцент на фланге. Там не оставался только один игрок, туда смещались и полузащитники, и это можно еще интерпретировать как залог успеха возможного в матче против Наполи. Главный поединок чемпионата будет, и все знают, где сильные стороны Наполи, Аллегри тоже знает, и, возможно, это была некая репетиция перед тем поединком. Потому что, скорее всего, Ювентус будет играть именно так, как он сыграл и против Аталанты, но уже немного с другими исполнителями. В итоге Ювентус в финале Кубка Италии это никакая не сенсация, а вместе с ними поборется за трофей Милан. Вот так вот Дженнеро Гатузо пришел и начал побеждать всех в чемпионате, набирать очки, подниматься в еврокубковую зону уже практически. Вышел в финал Кубка Италии. Прошел Лацо. Да, обе команды сыграли 210 минут двухматчевого противостояния и не смогли забить ни одного мяча. Чистая Италия, хотя на самом деле моментов хватало, что на Сан-Сиро, что на стадию Олимпика. Были моменты. Лацо выглядел намного лучше, особенно в первом тайме, в матче ответном. И вообще Лацо выиграл по ударам 21-12. То есть Лацо всегда нацелен на атаку, это то, на что нужно обращать внимание киевскому Динамо. Никто там не будет раскатывать по 300 передач поперек, сейчас мы там что-то... Нет, там сразу две вертикальные передачи, вывели один в один или там под углом Имобиля, тот уже бьет. Все, никаких вопросов. И в первом тайме проходили и Бануччи, и Романьоли, и крайних защитников проходили. И во втором тайме, или даже в первом, я не помню, Луис Альберто отдавал передачу пяткой мимо Бануччи. Это все очень красиво смотрелось, и Милинкович, Савич потом тоже проходил Бануччи. То есть моменты были, моментов хватало. Но где-то Донорума спас, хотя где-то Донорума и накосячил. Как в том моменте, когда Имобиля выскочил, проскочил мимо него и бил практически с нулевого угла. Но все-таки по пустым воротам Донорумы там не было. Но вот второй тайм, и вообще, чем ближе к концу матча, Милан выглядел все увереннее, увереннее. И в обороне тоже увереннее. И отличный матч провел Романьоли, как это страшно не звучит с моих уст. Потому что в начале сезона Романьоли косячил чуть ли не в каждом матче. Сейчас отлично сыграл. И пара с Бануччи выглядела отлично. Хотя, если вот все-таки не сбрасывать со счетов вот те моменты, которые были в первом тайме, то были, конечно же, огрехи. Были. Но по сравнению с тем, что было при Мантеле, это эталонная оборона Милана. Это что-то было вот прям уровня финала Кубка Италии. Они сыграли в ничью 0-0. И, знаете, апогеем этого матча, апофеозом, стал выход один в один Калинича уже в конце дополнительного времени. Когда Бануччи, отпахавший в обороне, вот так вот постоянно головой крутивший, где иммобили, где там что, на сто там какой-то уже минуте, подключился в атаку, поддержал ее и вывел Калинича один в один, это нужно было забивать. Если бы Милан не выиграл эту серию пенальти, Калинича можно было бы четвертовать. Потому что его партнеры, которые отпахали весь матч, сделали все для него, чтобы он все-таки забил тот победный гол. Но он его не забил, а серия пенальти была, ну, как обычно. То есть, насколько бы не были мастеровитые футболисты, там, вышел бы бить Мадридский Реал Барселона или любая другая команда. Всегда есть игроки, которые готовы бить, которые уверены в себе, а есть игроки, которых якобы заставляют. Они бы и хотели бы отказаться, но тут как бы, если ты откажешься, то ты покажешь, что ты какой-то слабенький игрок, особенно психологически, поэтому я лучше пойду ударю и буду надеяться на то, что забью. Вот и Мобиле прекрасно понимал, как нужно бить по такой погоде ужасная погода, дождь, поле мокрое, и нужно было пробивать низом. Потому что, когда ты бьешь низом по такому полю, мяч только ускоряется, ускоряется и ускоряется. И вратарь, каким бы он не был сверхреагируемым, он бы не успел сложиться. И Мобиле показал, как нужно бить, он пробил Доноруму, а дальше пошло шоу ужасов, потому что каждый следующий пенальти в исполнении обеих команд был хуже предыдущего. На удобной высоте, не слишком сильно, на что они надеются? Эти удары могли достичь цели только в случае, если бы вратари при каждом их исполнении пытались бы угадывать. А они не угадывали, они просто стояли по мячу, они реагировали по мячу и вытаскивали один удар за другим. Бездарные пенальти. И в исполнении, дай бог памяти, Милинковича Савича, того, за которого просят 170 миллионов сейчас. И в исполнении Родригеса, который уже второй пенальти подряд не забивает, не давайте ему пока бить, хватит, он бьет плохо. Хотя он был основным пенальтистом Ольсбурга и забивал достаточно много и в сборной Швейцарии, но вот не идет. И еще несколько футболистов исполнили вот эту вот глупость, а потом пришли люди, которые начали понимать, как нужно бить. Борини показал, как нужно бить, показал Пароло, как нужно бить. Это футболисты, у которых есть хотя бы какое-то имя и есть силы. Монталиво. Монталиво. Вышел на концовку матча и пробил просто бездарно. Я не знаю, он вообще когда-нибудь пробьется еще в основу Милана? Мне кажется, что в основу вот такого Милана, где в центре поля играет Кисье и Бонавентура, а Бонавентура еще и связывает отлично Родригеса и Чалхануглу, вообще пробиться Монталиво будет очень сложно. В такой состав, очень сложно. И он мне забил пенальти, и все решалось на Бануччи. И мне было очень бы обидно, если бы Бануччи, вот так вот крутивший, как я уже сказал, весь матч головой и выведший еще Калинича один в один в концовке матча, если бы вот он запорол эту серию. Но Бануччи показал, что он абсолютно уверен, он пробил сильно. Опять же, не слишком хороший удар, потому что стой, Стракоша, по мячу. Он бы его, наверное, взял, но Стракоша решил гадать. И дальше еще парочка ударов, и по иронии судьбы, решающий гол забивает тот самый Романьоли, который неплохо провел весь поединок. Он мог еще, правда, в основное время там забить, точнее, по-моему, в дополнительное, но не важно. Он мог принести победу еще раньше, но и так сойдет. И в итоге Гатузо, вот так вот, Дженнеро Гатузо, человек, который говорит о том, что я нифига пока не тренер, я только учусь, но он настолько завел эту команду, что она уже доехала до финала Кубка Италии. Круто. Вообще очень круто. Победить Ювентус будет очень сложно, это понятно. То есть должно там сойтись и везение, конечно же, и надо, чтобы забивали нападающие такие моменты, и чтобы центр поля смог выдержать. Там много чего будет очень сложно выполнимо, но, в принципе, выполнимо, но очень сложно. Это еще нужно надеяться на то, что Ювентус много сил потеряет в Еврокубках, хотя у Милана же тоже Еврокубки. Милан сыграет против Арсенала. И вот тут выбор. То есть Милану явно не надо относиться, так скажем, скептически к Лиге Европы. Это достаточно хороший трофей, и им бы взять его было бы за счастье. Тем более, что серия А, ну, как бы они попытаются, конечно же, перепрыгнуть с Амдорию, и, возможно, у них это получится. Вполне возможно. Но за Лигу Европы я бы все-таки постарался зацепиться. Это трофей очень серьезный по уровню нынешнего Милана, который уже давно в Еврокубках ничего не добивается. И у них игра с Арсеналом, который опозорен опять второй раз подряд за неделю Манчестер-Сити. Опять 0-3. И, ну, никаких же шансов совершенно. Ну, вот что Арсен Венгер сделал за это время от провала в финале Кубка Лиги до этого матча чемпионата? Вот что? Вообще ничего. То есть он не попытался нифига исправить. Команда как играла, так и продолжала играть. То есть никак она не играла. Провалы в обороне, они как были, так и остались. Манчестер-Сити даже не ударил много раз по воротам. Он там ударил практически ничего. Но их моменты были убийственные. Никто не накрывает Бернардо Сильву. Никто не накрывает Давида Сильву. Он проходит, он заходит в штрафную площадку. Никто не играет по сане, только уже потом там в подкатах пытаются что-то как-то достать. За 15 минут Манчестер-Сити делает результат. За 15 минут три мяча. А дальше ходит, отдыхает. Плюет на землю и просто ждет окончания матча. Потому что Арсенал-то по сути мало что может. А тут погода ужасная. Снег вообще, все мерзко. Мы уже и так выиграли. В итоге Арсен Венгер второй раз подряд в противостоянии с Гвардиолой подписывает безоговорочную капитуляцию. Вообще без шансов. То есть даже не за что зацепиться. Если в матче Кубка, в финале Кубка Лиги, был хотя бы момент Абамиянга, который нужно было забивать обязательно. Там уже возможно что-то произошло. Хотя вряд ли. Глядя на то, как развивались дальше события. То в этом матче не было ничего. То есть был один удар Джаки со штрафного с 30 метров. И был еще пенальти Абамиянга уже при счете. 3-0, который он не забил. Так вот скажите мне пожалуйста. Вот представьте, что было бы с тренером Челси, с тренером Ливерпуля, с тренером Манчестер Юнайтед. Который в прошлом сезоне не вышел в Лигу Чемпионов. Который в этом сезоне опять не выйдет в Лигу Чемпионов через чемпионат так точно. Который имеет сейчас, 1 марта на момент поединка, на момент окончания поединка, минус 30 от лидера чемпионата. И который два раза так позорно проиграл. Без шансов. Показав, что он даже не может сейчас претендовать на звание лучшего в Лиге. Да, Ливерпуль вообще выиграл у Сити. То есть Клоп может предъявить какие-то претензии. Челси минимально проиграл Сити. Юнайтед сколько он там проиграл тогда? 2-0 или 2-1 на Ултрафор. То есть там тоже была борьба какая-никакая. Там если бы Лукаку свои не забивал, то было бы все нормально более-менее. А Арсенал вообще ничего не может противопоставить лидеру этого сезона в Англии. Так скажите мне, назовите мне хотя бы одну причину, почему Арсен Венгер должен остаться еще на сезон. Пока все остальные клубы как-то прогрессируют, ищут себя, эволюционируют, меняют тренеров. Пытаются, что-то почему Арсен Венгер должен держать Арсенал в прошлом? Потому что будущего с ним нет. И кто бы не пришел к нему в команду, никто не прогрессирует. Вот странно, да? Вот пришел Санчес. Вот он сделал качественный шаг в своей игре по сравнению с Барселоной, когда он там играл. Он стал лучше? Да нет. Пришел Азил. Он стал лучше, чем в мадридском Реале? Да нет. Ну такой же. Иногда пропадает, иногда появляется, иногда есть озарение, и он отдает ассисты. Но есть какой-то качественный скачок. Азил, когда приезжает в сборную Германии, это совершенно другой футболист. Вообще, в Арсенале это футболист Арсена Венгерра. Меланхоличный, не какущий. Иногда что-то делающий, но по сути по своей сильно на результат не влияет. Пришел Абамиян. Человек как бы не забил там момент, здесь не забил пенальти. Кстати, он бил пенальти в Баруси достаточно средненько. Ему просто давали, чтобы он был бомбардиром. Почему у Арсенала нет другого пенальтиста? Нет человека, который уверенно может пробить? Вы посмотрите статистику Абамиянга по пенальти. Он достаточно стабильно их не забивал. Ну, Ля Козет. Он сделал какой-то скачок? Ну, пусть, окей, пусть они притираются. Сыграют еще годик Абамиянг, Ля Козет, они привыкнут. Но будет то же самое. Что с Санчесом, что с Азилом, ничего нового не будет. Так почему же болельщики Арсенала должны терпеть это еще сезон? Или может еще продлить контракт? Пока все остальные пытаются найти себя, Арсенал даже попытки не предпринимает шагнуть хоть на немножечко в свое будущее. У Пеппа все достаточно же отлично. Это очевидно. Плюс вернулся еще Компани. Теперь есть пара защитников Компани и Атаменди. Потому что если бы играл, например, Стоунс, Соу-Соу, Леопорд только пришел. И тоже на него надеяться вот так вот сразу нельзя. А тут Компани как нельзя, кстати, вернулся. И дай бог, чтобы он не травмировался хотя бы эти полгода следующие. Так вот, Компани и Атаменди смотрятся отлично, конечно же. Плюс у Пеппа есть такая замена, как Зинченко, который может подменить любого из крайних защитников. Точнее, он выходит на левый фланг. Любой из других, либо Уокер, либо Данила, могут пойти на право. Который является лучшей заменой в этом матче. У Зинченко самая высокая оценка среди людей, которые выходили на замену. Уверена, опять же, передачи ближнему все раскатали на третьего. Никаких вопросов совсем нет. Поэтому у Пеппа все отлично. Пепп чемпион. А Венгеру надо что-то решать. Либо уже сдаваться и не мучить людей. Либо хотя бы сделать попытку что-то изменить, как-то заиграть. Потому что вот эти 0-6 от Манчестер Сити за два матча – это позор. И последний поединок на сегодня – это чемпионат Испании. Лас Пальмас – Барселона. Лас Пальмас – это один из претендентов на вылет. Команда идет в зоне вылета. Это команда, знаете, это типичный Райо Валикану, например. То есть команда, которая внизу таблица, но команда, которая хочет играть в футбол, которая убегает в атаке, которая оставляет сумасшедшие зоны сзади и из-за этого пропускает очень много голов. Очень много. А чтобы забить много, у них класса не хватает. Но играть они хотят именно в атаку, и поэтому они жертвуют своим турнирным положением ради красоты игры. И в этом матче Барселона могла, конечно же, надеяться на то, что она спокойно обыграет стоя этот Лас Пальмас, который все равно оставит зоны там сзади, а не поймает их на контратаках. Но вот не вышло. Для того, чтобы Барса на холостом ходу проходила таких соперников, как Лас Пальмас, должны играть люди, которые могут выиграть на холостом ходу. А Вальверде выпустил в основе Диня на левый фланг. А Вальверде выпустил в основе Алиша Видаля на правый фланг. А он выпустил Паулиньо. Вы мне просто объясните, для кого он экономит силы Коутиньо и Дембеле? Вот для кого? Просто мне интересно. Он потом их выпустил спасать игру, но мы сейчас до этого дойдем. Вот для кого? Почему состав настолько, настолько ограничен в атакующих возможностях? Ведь остается только два варианта в атаке. Все, оба фланга работать сильно не будут. Остается два варианта. Месси и Суарес. Все. Это все. Только они били, по сути, в этом матче поворотом. У них восемь ударов на двоих из десяти всех у Барселоны. Еще раз пробил Иньеста и еще раз вышедший на замену Дембеле. Все. То есть нету этих подключений Альбы. Нету Альбы, нету левого фланга у Барселоны. Это общеизвестный факт. И поэтому так вот и вышло. Лас Пальмас даже выиграл по ударам. Вот он, атакующий Лас Пальмас. У них больше, чем у Барселоны, но при этом только один в створ. И тот гол, и тот с пенальти. Но обо всем по порядку. Барселона повела в счете. 0-1. Месси забил со штрафного. Красиво, четко, сильно, в девятку. Все отлично. А дальше в концовке первого тайма происходит момент, который напрямую влияет, конечно же, на результат. Болельщики Барселоны начинают вспоминать сразу и то, как не засчитали гол против Валенсии. И то, как не засчитали гол еще какой-то, когда Суарес забивал Рабона, и вратарь вытащил мяч из-за линии. Но там он хотя бы на результат конечный не влиял. А здесь же, в этом матче, вратарь Лас Пальмаса выходит в самой-самой концовке первого тайма за пределы штрафной площадки, падает в подкат перед Суаресом и выбивает мяч рукой. Другого решения в этом моменте, кроме удаления вратаря, я не вижу. Потому что, если бы не рука вратаря, Суарес бил бы дальше по пустым воротам. Это то, на что шел Джан Луиджи Буфон в матче Ювентус Аталанта. Он тоже вышел за пределы штрафной и хотел сыграть рукой, потому что за ним пустые ворота. И если бы он сыграл, это удаление. Здесь тоже удаление. Это очевидно. Другого решения здесь быть не может. Но это еще не все. Потому что в начале второго тайма Барса получает пенальти в свои ворота, и никто не мог разобраться, я не знаю сколько, минут 10-15, крутили повторы, а за что-то пенальти хотя бы поставили. Вот за что. Вроде бы как за то, что мяч коснулся руки Диня, когда отскочил от штанги. Но, ну вот я не знаю. Понимаете, если мы руководствуемся буквой закона и духом игры, то как бы за Динем не было соперника, и мяч не сильно поменял направление. И это совершенно не то, что, например, творил вратарь Лас-Пальмаса в концовке первого тайма. То есть это не препятствование прямое движению мяча и изменение его траектории. Я сейчас прямо в такие дебри зайду. Но смысл в том, что ну да, мяч коснулся чуть-чуть локтя. И то, и то, судья вряд ли видел это, потому что ему закрывали обзор, и он повелся то ли на крики, то ли еще на что-то, то ли на подсказку, я не знаю, возможно, чью-то. Но телевизионщики не могли понять, за что пенальти. Если за эту руку Диня, то это странно достаточно. Лас-Пальмас забивает 1-1, и тут Вальверде начинает наконец-то Коутиньо сюда, Дембеле сюда. Но войти в эту игру достаточно сложно. В игру, которая накалилась. Там не выгнали вратаря, здесь странные пенальти, здесь у нас только Месси Суарес в атаке, их прихватывают, фланги не могут помочь, ничего не могут сделать. И тут выпускают двоих людей, давайте сделайте результат, а просто выпусти их сначала. И все было бы гораздо проще. Для кого ты их бережешь, я не знаю. Коутиньо не сделал ни одной ключевой передачи, ни разу не ударил поворотом. То есть он просто был на поле, а и все. Дембеле один раз пробил поворотом. Ну, хотя бы что-то. Хоть не зря вышел, хотя это мало. Для двух игроков, суммарная стоимость которых 265 миллионов евро. Это мало. Один удар на двоих против команды из подвала в турнирной таблице чемпионата Испании. В итоге ничья 1-1 и отрыв от Атлетика теперь только 5 очков. И многие сразу же после игры начали писать, что интрига в Ла Лиге возродилась полностью. Следующий тур против Атлетика на Камп Ноу у Барселоны. И если Атлетика обыграет Барсу, то там уже вообще два очка и по сути все. Борьба начинается по новой. Но есть несколько но. Во-первых, 5 очков это не так уж и мало. Это не отыгрывается за один матч. Во-вторых, выиграть на Камп Ноу достаточно сложно. Немногие команды на это способны. В-третьих, скорее всего, Вальверде все-таки изменит состав и против Атлетика выйдут люди, которые способны будут поддержать и Месси, и Суареса, а не просто оставить их там вдвоем впереди. Поэтому интрига может, конечно же, вернуться, если Атлетика победит Барселону на Камп Ноу, но сделать это будет очень сложно. Еще слишком много чего должно произойти, чтобы вот эта самая интрига чемпионская в Ла Лиге возродилась окончательно. Ну, а вообще виновников в этой ничьей против Лас Пальмаса двое. Это Иреф, конечно же, и это Вальвердо. Я так и не понял, что он хотел. Вернее, понятно, что он хотел. Он хотел вообще пешком обыграть Лас Пальмас и не потратить силы своего атакующего потенциала, который пригодится в матче против Атлетика. Но он облажался. И постепенно отрыв-то все меньше и меньше. Но пока называть это возрождением интриги я не готов. Потому что Ливерпуль тоже обыгрывал Манчестер Сити и все оказалось всего лишь ложной тревогой. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам нравится, не забудьте написать все, что вы думаете. Касательно того, что сегодня от меня услышали, также не забывайте про Инстаграм и Телеграм. Все ссылки в описании. Но самое главное вы знаете. Играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok